Привет! Я телепортировалась в Энгельс, домой. Что-то меня как-то не привитрили, встретила ни Саратов, ни сам Энгельс. Такая акустика, я так не привыкла. Я не думала, что у меня в квартире такая акустика, как будто голые стены. Я не сняла, к сожалению, надо было снять на всякий случай. Прямо в наглую ехала по своей полосе, а ехала на... Дома стоят, да, такие многоэтажки. И там, естественно, такие вот улочки в домах. Я не знаю, как это объяснить. То есть дорога, проезжая часть, между домами, между жилыми домами. И на этой стороне... Я еду в ту сторону. На этой стороне припаркованы машины. Из-за угла сначала выезжает женщина, встает, там есть местечко, встает, припарковывается, чтобы мне уступить дорогу. Я еду по своей полосе. Выезжает на газели мужик, два мужика, видит, что я еду, и мне нужно уступить дорогу. Они выезжают на мою полосу и стоят, и ждут, пока я отъеду. Хамство девчонки на дорогах просто ужасное. Если бы на моем месте был бы какой-нибудь мужик, либо, допустим, я не знаю, там девушка хотя бы на парше на каком-нибудь, он себе этого не позволил. А так как за рулем девушка, да, девочка молоденькая, на матизе, почему бы не похамить? И вот он встал вот так вот, девчонки, и он не пропускает меня. Я стою, его тоже не пропускаю. Женщина, которая припарковалась вот в свой рядочек, да, там было свободное место. Мало того, что он видел, то есть поворачивал из-за угла, видел, что я еду уже по своей полосе, и он специально поехал мне навстречу. Так еще и плюс ко всему у него была возможность рядом с этой женщиной вот так вот встать. Там было местечко. Но он посчитал, ну, нормально встать вот на дороге прям и демонстративно не отъезжать, всем своим видом показывать, что я никуда не поеду, будешь отъезжать ты. Уже эта женщина вышла вот с этой полосы, она говорит, мужчина, вы не правы, вы, говорит, видели, что она ехала, почему вы, говорит, не уступили ей дорогу? Говорит, у вас тут место было, почему вы не встанете? А он такой, это, выключил, заглушил мотор, машину и стоит, короче, ну, типа, я отсюда уезжать не буду, пусть она сдает назад. Сзади него уже выстроились все машины. Из этих машин подошли ко мне нерусские ребята, на кавказской национальности, они говорят, отъедете. Я говорю, я отъезжать не буду, это хамство просто-напросто. Я говорю, он видел, что я еду, видит, что девочка едет, и просто по-хамски вот так вот, блин, вообще я просто поражаюсь, я на взводе сейчас, я просто поражаюсь некоторых мужиков. Я говорю, я не отъеду, я говорю, иначе сейчас будем вызывать милицию, я говорю, я никуда не тронусь с места. Я говорю, он не прав, у него было две возможности нормально сделать, по-нормальному сделать, но он просто решил бы ковать, понимаете. Вот, и, короче, ребята, один ко мне подошел, ну, с машины, видно, которая сзади уже него припарковалась, второй ко мне подошел, я говорю, я отъезжать не буду, говорите ему. Он, говорю, ну, просто смысл со мной, девчонка, разбираться сейчас, говорите, с мужиком разбирайтесь, он нарушил. Я говорю, я готова вызвать полицию, я с этими сумками, у меня капитан в сумке, он в переноске едет. Я говорю, я готова ждать, ну, в смысле, полицию, пусть приезжает, ну, выезд навстречу, просто заблокировал все движение. Вот, и, ну, и все, ребята те поехали прямо через бордюр, то есть они съехали на пешеходную зону с бордюра, и они там низом зацепили, они поехали через этот бордюр, они зацепили низом. И тот, видно, понял, что я с места никуда не двинулась, газелист, который впереди меня стоял, блин, жалко, я говорю, я не сняла его на видеономера и все, остальное всю ситуацию эту не зафиксировала. Но, если честно, я говорю, ну, мне просто, ну, обидно вообще, в принципе, как девчонки, потому что, ну, как бы, ну, что за мужики такие, я вот просто поражаюсь. Неужели, ну, до такой степени уже скатились ниже плинтуса, что, ну, готовы с бабами воевать, просто по-другому не скажешь. Вот, и он все-таки, он понял, что я тоже с места не двинусь, я сдавать не буду, уже начали сзади меня подпирать машины, и ему тоже пришлось, ну, он понял, что, короче, сейчас тут вообще я будет, ну, он не прав. То есть, сейчас тут соберется куча мужиков, которые, в принципе, ему палят. И он взял, и тоже по бордюру, вот этому он тоже зацепил низом, но мне, конечно, жалко тех ребят, которые за него стояли, и, ну, чтобы его объехать, они черканули низом, вот, жалко их машину. Ну, он тоже поехал, тоже своей газелью, там, что-то себе низ, там, не знаю, серьезно, несерьезно, но... Вот, вот такой вот просто беспредел, я считаю, на дорогах, потому что, ну, бывает такое, не знаю, в наглую перестраивается, там, в твой ряд, там, с одной полосы в другую, там, хочет, там, быстрее проехать. Ну, когда ты видишь, что девушка едет, да, блин, ну, какая разница, девушка, не девушка едет, ты видишь, ты въезжаешь на чужую полосу. Уже изначально ты видишь, ты въезжаешь на чужую полосу. У тебя была возможность не поворачивать и не въезжать. У тебя была возможность въехать за женщиной, за другой, и освободить мне дорогу. И мне в том женщина, она сказала, она говорит, правильно, что вы сделали, правильно, что вы ему... Это, говорит, просто быдло, самое настоящее быдло. Вот, и сейчас я тоже сумки затаскивала, и самое хорошо, я затащила самые тяжелые сумки. Там они с едой были, ну, там, мама мне накладывает там всякую, сейчас я вам, наверное, покажу. Конечно, все я не затащила сумки. Лифт, лифт, девчонки, лифт сломался. Да, я по дороге купила колбасу из мяса. Я просто жутко устала, девчонки, еще так острессанула вот при этой ситуации. Значит, любительская колбаса со шпиком я всегда в Красном Октябре беру, по-моему, Красный Октябрь. Любительскую со шпиком беру, колбасу из мяса. Ну, просто, знаете, вот меня еще поражает, ну, вот этот вот, это же слабак, мужик слабак, просто, ну, вот, блин, удод какой-то. По-другому не скажешь, потому что, ну, если бы, говорю, за рулем сидел какой-нибудь, я не знаю, Пуш Каен ехал, за рулем мужик сидел, ну, блин, он бы никогда с роду так не сделал. Понимаете, это самоутверждение за счет слабого пола, за счет девчонки. Я вообще, говорю, я в шоке иногда бываю, вот, ну, просто над хамством пребываю. Значит, смотрите, балык мне, я говорю, благодарна женщине, которая вот эта вот, она прям выходила из машины, говорит, убери машину, говорит, ты не прав. Ну, взрослая женщина, она такая возрастная моя мама, и она потом говорит, хорошо, что вы не отъехали, как бы, ну, просто надо таких проучивать. Вот, значит, балык, ну, просто, знаете, еще обидно, что девушки вынуждены что-то там отвоевывать, сражаться, понимаете, вот еще вот этот момент. Балык, я тоже взяла, мне нравится у них балык, такой вкусный, это прям сыро-вяленый, то есть кусочки свинины, они там со специй их делают и вялят. Вот, и еще взяла краковскую колбасу, она говорит, возьмите краковскую, краковская хорошая колбаска, возьмите ее. И, девчонки, тогда, да, мне не было возможности, я собиралась у родителей взять масло, но мы его так и не взяли. Вот, я взяла, я хотела пахучее именно масло, хорошее, пахучее, нерафинированное масло. Вот, и взяла, вот, посмотрите, у нее такой осадок, осадок, в принципе, должен быть, ну, может, где-то остатки, конечно, она. Там, когда на стенде бутылка стояла, вот, надо было мне со стенда взять, она мне взяла ее, упаковала сразу в пакет, и я не видела. Она, вот, взяла мне, видите, с таким днищем отдала, с проломленным, и, может быть, это остатки с масла, ну, как бы, естественный осадок, он возможен, ну, я так предполагаю, что, скорее всего, она мне отдала, ну, может быть, с бочки там выливали, и вот эти вот остатки она мне отдала. Ну, ничего страшного, я, как бы, очень хотела найти именно масло нерафинированное, чтобы в салаты добавлять, прям, реально круто мне. Так, дорога, такая счастливая. Вот, я говорю, что-то такое ощущение, как будто мне валить обратно надо, вот эта вот история с этим мужиком. Лифт еще сейчас застрял, такое ощущение, как будто мне такое, давай, давай, иди отсюда, все, не надо тебе здесь находиться. Ну, не знаю, посмотрим, что будет дальше. Ну, что-то как-то меня не особо приветливо встретила. И еще девчонка, блин, вот я только не поняла, это, по-моему, тех, у кого я квартиру купила, я встретила на лестничной клетке, но я что-то вся в своих каких-то мыслях, еще думаю, сумку эту тащить. Вот, жена Лешки, вот, у кого я брала квартиру, по-моему, это она, и она разбила кое-что на улице, то есть я в это время тащила сумки, и девушка разбила, ну, вот она, она девушка, она разбила бутылку на улице, и у нее пакет там, разорвался пакет, плюс еще она, ей повезло, она доехала все-таки до нужного ей этажа, скорее всего, они тут приехали в гости кому-то, вот, и все, и когда я уже пошла с сумкой, потяжелая сумка была, мне пришлось на восьмой этаж пешком подниматься, вот, короче, так получилось, что она успела доехать, и все, лифт сломался. То есть какой-то, знаете, такой я иду, и вокруг меня какие-то такие происшествия происходят, блин, я аж в шоке, там ничего такого не было, такое ощущение, как будто, блин, отсюда мне валить надо теперь, вот, ну, какой-то, знаете, неприветливо, не особо приветливо встретил, ну, как-то так. Мама мне здесь снабдила разными вкусняшками, тут она с собой котлетки мне положила, здесь еще она мне макарошки сейчас погрею, вот это вот я не поняла, о чем, мы на борщ с ней договаривались, ну, что-то это вообще на борщ не особо-то похоже, переложила на арахисовую пасту мне в баночку урбичи с кешью, положила чуть-чуть с собой взяла, это, мы говорим, что я все равно не буду из кокоса урбич, и шоколадный тоже урбич сметану мы заказывали, я обычно с собой заказываю, беру, короче, как-то так, с приездом меня. Субтитры сделал DimaTorzok